Как сообщает специальный корреспондент Азертач, 7 июня в Берлине состоялась пресс-конференция президента Азербайджанской республики Ильхама Алиева и федерального канцлера Федеративной республики Германии Ангела Меркель. Вначале канцлер Ангела Меркель и президент Ильхам Алиев выступили с заявлениями. Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, поприветствовав президента Азербайджана в своей стране, сообщил, что на нынешней встрече была достигнута договоренность о дальнейшей интенсификации двусторонних связей, Отметив, что проводимые в Азербайджане экономические реформы открывают широкие возможности для диверсификации в этой сфере, Ангела Меркель выразила готовность Германии участвовать в данном процессе. Правительство Азербайджана приняло несколько постановлений о помиловании, и мы приветствуем этот шаг, сказала канцлер, подчеркнув, что ведутся обсуждения, связанные с армяно-азербайджанским Нагорно-Карабахским конфликтом. Она отметила, что Германия, председательствующая в настоящее время в ОБСЕ, хочет внести вклад в мирное урегулирование конфликта. Германия максимально использует свои связи для оказания поддержки правительствам России, США и Франции, как стран-сопредседателей Минской группы, для достижения урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. Федеральный канцлер Германии также подчеркнула, что есть хорошие причины для дальнейшего развития связей между Европейским Союзом и Азербайджаном, а также Германией и Азербайджаном. Упрочнение этих связей, обсуждение всех социальных и экономических аспектов. Президент Ильхам Алиев отметил, что между Германией и Азербайджаном существует активный политический диалог. Глава государства выразил уверенность в том, что успешное развитие Азербайджана-германских связей послужит укреплению мира и стабильности в нашем регионе. «Урегулирование армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта было одной из важнейших частей наших обсуждений», – сказал президент Ильхам Алиев, отметив, что Азербайджан желает скорейшего урегулирования данного конфликта на основе норм международного права и выполнения резолюций, принятых Советом безопасности ООН. Констатировав, что Армения не выполняет резолюции Совета безопасности ООН, грубо нарушает международное право, что в отношении Армении не применяется никаких санкций за проведение политики этнической чистки и оккупацию территории суверенного государства, глава государства подчеркнул, что Азербайджан хочет мирного разрешения конфликта на основе устава ООН, Хельсинского заключительного акта и соответствующих резолюций, принятых международными организациями. Коснувшись провокаций совершенных Арменией, в начале апреля на линии соприкосновения войск, президент Ильхам Алиев отметил, что в результате армянской агрессии были убиты гражданские лица. Нанесен большой ущерб гражданским объектам. Германия, как страна, председательствующая в ОБСЕ, также открыто заявила о неприемлемости статуса КВО. Германия, как страна, председательствующая в ОБСЕ, также открыто заявила о неприемлемости статуса КВО, сказал президент государства, отметив, что состоявшаяся в мае этого года встреча в Вене является важным шагом для начала основательных переговоров. Коснувшись экономических связей между нашими странами, президент Ильхам Алиев сообщил, что торговля с Азербайджаном составляет 80% торговли, осуществляемой Германией с Южно-Кавказским регионом. Кроме того, отметив, что наши страны наладили хорошее сотрудничество в энергетическом секторе, глава государства подчеркнул в этом контексте значение проекта «Южный газовый коридор», рассказал о значении транспортного проекта, который соединит Азию и Европу. «Азербайджан привержен демократии, защите прав человека», сказал президент Ильхам Алиев, отмечив, что в нашей стране обеспечены все свободы. Он напомнил, что люди, представляющие различные конфессии, живут в Азербайджане в условиях мира и гармонии. Затем были даны ответы на вопросы журналистов. Продолжение следует...